Привет, девочки! Я сегодня снимаю в H&M. Пришла вот так посмотреть, что у них есть, и нашла очень много приятного, теплого трикотажа. Такой вот кардиган и юбка. Но это не для меня, это для девочек молодых, стройных, у которых нет животов и больших поп. Но очень много красивых свитеров. А, это тоже кардиган. Посмотрите, какой симпатичный. Я вообще, на самом деле, пришла посмотреть на верхнюю одежду, но вот пришла и наткнулась. Значит, он, конечно же, плестр, но он стоит 40 долларов и очень-очень-очень симпатичный. Хороший такой цвет базовый, серый, красивая вязка, мягкий, уютный, очень мне нравится. Потом здесь много всяких платьев, например, вот таких вот трикотажных вязаных. Немножко меня огорчают эти мрачные цвета, но я вам скажу, что я вся дорога. Но я вам скажу, что я видела и более такие светлые вещи. Вот этот жакет. Он прямо довольно дорогой. Это такой жакет-пальто. Здесь есть 21% шерсти, поэтому он стоит дорого. Он такой, знаете, прямо толстый, из пальтовой ткани. Очень симпатичный. Вот я его примерю, посмотрим. Вот он на манекене. Вот так вот он выглядит. Что еще мне понравилось? Мне понравился вот этот сарафан. Тоже такой трикотажный. То есть, идея в том, что... Всего лишь 30 долларов. Идея в том, что его можно надеть сверху на что-то, а можно сверху надеть, например, вот такой вот кардиган. Который очень подходит по цвету. 135 долларов. Вот, посмотрите, я их сейчас поставлю рядом, чтобы вы понимали. Вот так вот вместе можно их надеть. Платье с кардиганом будет очень-очень неплохо. А можно сочетать его, например, вот с таким пальто. И это получается, в принципе, похожие цвета. Такие базовые. Бежевый и светло-коричневый. Я вообще... 50 долларов он стоит. Я вообще люблю сочетать трикотаж с трикотажем. Мне очень нравится. Есть еще вот такие вот. Тоже кардиганы такого же цвета. Это такой же, как вот этот вот коричневый. Извините, мотаю камеры, я немножко постерялся. Только он вот такого молочного цвета тоже будет неплохо, я думаю, вот с этим платьем. Потому что по цветам это вообще очень симпатично. Я, наверное, сегодня это не буду примерять, девочки, потому что у меня... Я не совсем в форме. Так, это юбка или брюки? Это брюки такие трикотажные. Вот, какой-то интересный свитер. С ломбами, черно-белый. Все очень базовое и все очень классическое. И очень-очень бюджетное. 40 долларов. Я вам хочу сказать, что вот H&M пока, по сравнению с другими магазинами, держит цены. Это пальто. Тоже трикотажное. 40 долларов. Вот такое вот пальто. Да, это не шерсть. Это полиэстер. Но оно стоит 40 долларов. И оно очень длинное и очень уютное. Мне кажется, что оно классное. Опять же, цвет такой базовый не марки. Что я уже стала, знаете? Цвет базовый не марки. Какой костюмчик интересный. Вот такой вот белый. Белый такой жакет. За 75 долларов. Ого. Сейчас я, наверное, возьму свои слова назад насчет неподорожания. Сплошной полиэстер. Но он красивый. С золотыми такими пуговичками. Вот такая ткань. Хорошо сшит. И к нему есть вот такая коротенькая юпочка. Это, конечно, очень. Тоже за 50 долларов. Вот почему-то вот эти вот они дорогие. Ну, юпочка, конечно, на любителя такой длины. Ну, есть девочки стройные, крутые. Что же? Всем теперь носить длинные. Так, вот еще свитера кардиганы. Тоже такой, знаете, 35 долларов. Приятный. Приятный, уютненький кардиганчик. Вот. Свитера серые. Хочется что-то поярче. Вот за 20 долларов, судя по всему. А, нет, это леггинсы вот эти вот. А свитер стоит... Вообще много свитеров. Я, как бы, 60. Ну, девочки, может немножко подорожала ячина. Но, как бы, не на много. А, вот есть еще вот такие же вот платья. Видите, здесь такого вот серого цвета. Вот свитер серенький. Так, ну ладно. Серенький я поняла, что мы в серенькое можем одеться. Вот такие свитера. Но мне не нравятся, честно говоря, это бахрома. Я помню, это вошло в моду какое-то время, по-моему, в прошлом году. Но мне, честно говоря, это не очень как-то 60 долларов. Да, что-то я это расстроилась. 85 долларов пальто. Черное. Ну, вот пальто, по-моему, осталось в прежней цене. У него такая скрытая здесь кнопка-застежка. Вот. Вот такие есть. Смотрите, сантиметры. Вот такой интересной расцветки. Тоже черно-белый. Черно-бежевый, вернее, молочный. Стоит 40 долларов. Вот такие вот свитера. Жилет. Я вот эти жилеты, честно, не понимаю. Я их как-то не очень ношу. Смотрите, какие куртки хорошие. Может, я такую возьму, примерочную. Сколько она стоит? 115-114. Вот такая вот курточка. Зеленые свитера. Вот мы добегались до ярких. 30 долларов он стоит. Вообще дешевый свитер. Ну, вот обычный сушеный свитер. Просто очень красиво. Потрясающе красивого цвета. Так, так, так. Что у нас тут еще есть? Платья такие с запахом. 45 долларов, да? Правильно я прочитала? 44,99. Что-то да. Роговастенько. Вот красивое пальто. Смотрите, тоже 85 долларов. Красивый цвет. Вообще, в... Начинаем красивое пальто. Они хорошо шьют пальто. Курточка черная. Пуховая. Ну, не пуховая. Вот интересный пуховик. За 175, да? Он такой на кулиске. Может, такой мы возьмем померить? Сколько он стоит? А, 175. Ну, вы видите, наполнитель пуха перо. То есть, он, в принципе, не такой. Вот коротенький пуповичок. Смотрите, какие штаны. Ой, я искала. Помните, я в Яникло примеряла? Я в Яникло примеряла теплые штаны. С подкладкой. Мужские. Вот вам теплые штаны. Уже теплее некуда. Прикольные, да? Я их не буду делать, девочки. 70 долларов. Я их не буду, как этот. Копенникух. Так, есть вот такие жилеты. Опять же, вот такой у меня есть жилет из Зары. Длинный. Я его купила и вообще не ношу. Практически не ношу. 60 долларов. Что-нибудь все цены. Ручкой есть списанная почему-то. Вот черно-белый тоже свитерал. С горлом. Так. Ну, что-то яркого цвета. А, там есть сейл. Мы сейчас пойдем в распродажу. О, это уже мы, видите, готовимся к кардиганчике. Готовимся к кардиструбному году. Да-да-да. Все блестит. Тут блестит. Так, вот такая вот. Вот такой блеск. За 35 долларов всего лишь. Представляется, на один раз одеть. А чего? Один раз одеть на Новый год. Забыть, по-моему. Вот такой с запахом. Без цены. 49. 50 долларов. Я помню в прошлом году что-то такое подобное примеряло. Вы знаете, неизмеренно то, что оно вот так вот выглядит, вот как бы не очень дорого, но на себе, вот если вы его наденете, то оно, в принципе, выглядит совсем неплохо. Не так уж и плохо. Вот 40 долларов красивого цвета. Красивого цвета, голубой цвета. И вот этот интересный, смотрите. С большим таким вырезом. Крупные вязки. 35 долларов. Хорошая такая вязка. Так, это жилеты. В общем, много всего, девочки. Много всего. Это пальто за 75. Вот эти пальто-рубашки. Их было очень много в прошлом году. Снова они появились. Эти свитера тоже Эчинэм делает каждый год. В разных цветах. У нас тут, по-моему, зеленый свитер. Так, черное платье. С черными. Вот это мне прям нравится. Тоже 50 долларов. Ну, нравится. В смысле. Знаете, то слишком, как такой диско-болл. А это прямо вот черное, такое скромненькое. И такие паеточки хорошо пришиты, аккуратненько. Вот интересная пальто на поясе. 75 долларов. Тешевая вообще. Кстати, с подкладкой. В отличие от Юникло. Ну, в Юникло там была шерсть немножко. Так, вот какие-то черные кофты. Ну, слушайте, я хочу что-нибудь повеселее. Вы знаете, как я люблю яркое все. Так, ну ладно. Пайетки мы пока оставим в покое. Вот платье такое с жемчужинками вязлое. За 60 долларов. Вот поярче нашла горчичный свитер. Почем. 40. Так, это вообще здесь горчичные вещи какие-то. Вот еще горчичные свитера. С горлом с большим. А вот какой платье красивое горчичное. Смотрите. Вязаное длинное платье. Все стоит лапши. Так, под зверей. Нечто под зверя. Ну, в общем, очень много трикотажа. В основном цвета все такие неброски базовые. Интересное платье оранжевое. 37 долларов. С такой сборкой на животе. Я не знаю даже если это хорошо или плохо. Это скроет живот или подчеркнет. Трудно сказать. Зависит от живота, от типа фигуры, вообще от всего. Много от чего зависит. Так, у меня вижу оранжевые. Красивые свитера. Очень красивый цвет. Это такой же, как я вам показывала, белый. Но он красно-морковно-оранжевый. Такой же есть белый. 35 долларов. Очень красивый цвет. Очень яркий. Не каждый его решится на себя надеть. Вот эти очень популярные их свитера за 30 долларов. Вот такие вот с очень красивым вырезом. Я знаю, что они сделали в разных цветах. Так, что у нас еще? Толсточки. Толсточки. Что здесь написано? Монте-Карло. Угу. Не просто вам так. Монте-Карло. Так, вот еще тут какие-то свитера. А, вот это мы видели. Здесь кто-то плюхнул. Ну, вот эти вот такие же тоже я вам показываю. Ну что ж, что у нас еще есть? Я хотела примерить несколько пальтов. Как-то вот. Так, вот это очень красивый цвет. Малиновый. Прям такой малиновый красивый цвет. 30 долларов всего лишь. Ну, очень красивый цвет и свитер. Здесь есть такие рубахи. Еще какие-то малиновые. Розовая. 35 долларов. Такая же малиновая. Ну, вот. А это 29. Да. Есть красивые, яркие вещи. Красивые. Но, в основном, все очень такое базовое, спокойное. Видите, вот опять все вот такое вот. Бежево-бежево-серое. Ну, окей. Здесь очень много людей, которые не любят яркое. Любят носить именно вот такие вот вещи. Для них, в принципе, сейчас в H&M есть очень много из чего выбрать. Потому что вот действительно. Видите, такая цветовая гамма очень спокойная, уравновешенная. Так. Вот пальто вот идет в клетку тоже они. Они есть. Вот эти пальто-рубахи. Вот это мне нравится цвет гороши. Так. Ну, что еще, девочки? Вот, по-моему, я все здесь посмотрела. Это маленький магазин наш, локальный у нас в городе. В городе Уквил, провинции Онтарио. Так. Это всякие вещи такие для дома. Там большой отдел был распродажен. Я в него не пойду. Там все лишнее. Как бы нам уже это все неинтересно. Пойду посмотрю украшения. Но украшения у нас в последнее время очень испортились. Совсем, совсем, совсем ничего интересного. Когда-то я в Эйчуном очень любила украшения покупать. У них были украшения довольно красивые. А сейчас? Давно уже я не видела ничего хорошего. Так. Это распродажа. Ну, и здесь тоже ничего. Обувь. Ну, такие ботинки. Такие ботинки. Ну, это мы все видели, знают. Так. Тоже цены нету ни на чем. Эти за 50. Они разных цветов. Все вот это вот уже мы видели. Ничего нового. Я хотела, думала, может, что-то. Кобойски. Думала, может, что-то такое. Эти тоже были в прошлом году. Так. Береты. О чем береты? 15. 15 долларов. Ну, что так? Такие вот нарукавники. Вернее, перчатки без рукавов. Вот симпатичные сапоги высокие. Вот эти немножко на каблучке. На небольшом. А эти вот такие вот. По 80 долларов. Вот такой вот толстый подошли. Шляпы, шарфы. Шляпы. Так. Кашины. Что-то не на что смотреть. Вообще. Вообще не на что. Не на что глаз положить, девочки. Совсем. Совсем у них все испортилось. Все какое-то детское, дешевое. Не нравится мне ничего. Даже не хочется ничего. Не на что смотреть. Вот какие-то миллионы каких-то детских цепочек. Вообще какой-то. Вот эти серьги, которые были в моде сто лет назад. Жемчуга, которые тоже уже как-то вышли из трендов. Ну как бы не то, что вышли из моды. Но это уже не тренд. Вот они были в тренде. Колечки. Одинокстор. Ну это сейчас модно вот эти. Я понимаю. Здесь этот пластик. Мне это не очень нравится. Я все-таки уже вышла из этого, выросла из этого возраста. Хотя считается, что это сейчас очень модно. Платочки. Так. Вот здесь распродажа. Ну я уже здесь смотрела. Слушай, смотрите. Ну это ничего. Вот что это. Ай. Ну вот это. Это, наверное, с прошлого признака написано. Дед Мороз бедный с отверданными ножками. Ремни когда-то были у них хорошие вычинные. И даже кожаные бывали. Но сейчас что-то совсем. Купальники вот они до сих пор продают. Все, девочки, пойду я, наверное, возьму несколько пальто. И примерю. И примерю. Покажу вам. Наверное, в следующем видео. Наверное, это уже будет очень длинно. Вот. Так что вот. Подождите следующего видео. Никуда не уходите. Кожаный биджак. Все. Прощаюсь пока. Пока прощаюсь с вами. В следующем видео будет видео примеров верхней одежды.